Кипит работа. Помощники Деда Мороза читают письма детей. Айфон или айпад? Айфон. Дедушка Мороз, ты-ты-ты, позови айпад. Итого 837 549 айпадов. Весь Китай их ночами будет делать, чтобы столько настрогать. А весь Китай, айфон. Больше миллиона уже просят. Да ладно бы, у них не было ничего. Смотри. Дед Мороз, подари мне уже одиннадцатый айфон. А то с десятым на меня все пальцем показывают. Ладно, не в сетке. Зацени. Дед Мороз, у меня сломался вайфай-рот. Подари мне пароль от вайфая в моем подъезде. Какой скромный мальчик. Где скромный мальчик? Неужели хоть один ребенок не хочет себе модный гаджет? А то я же могу работать в старшем смене в балконе. Могу залить приложение. Делаю джембрейк с закрытыми глазами. Пока все как обычно. Вон там мешок хотят айпад одиннадцать. Вон там айфон одиннадцать. Я проверяла. Эти же дети в прошлом году хотели айфон десять и айпад десять. Ничего, но в следующем году захотят двенадцатый, а потом тринадцатый. Прихожу, а там йога со встроенной зарядкой. Что там в коробке? Эпл-мочи хотят. Помню, тридцать лет назад хотели Эпл. Антоновка, слыхали про такую модель? Дедушка Мороз. Снегурочка, моя внучка. Дедушка, я принесла тебе письмо. Ну-ка, давай посмотрим. А это что-то новое. Дорогой Дедушка Мороз. Пишет тебе Мария Соколова из города Минска. Я хочу на Новый год куклу Барби. Какая скромная и милая девочка. Помощники, принесите ей самую большую куклу. Дедушка, там в конце еще есть предложение. А моему старшему брату Пашу новый айфон 11. Дорогие помощники, давайте уже браться за работу, потому что уже 7 декабря. И дети заказали много гаджетов. На Алиэкспресс доставка очень неожиданная. Может прийти и на следующий Новый год. Дорогие гости, желаю вам отлично провести старый и отлично встретить Новый год. Спасибо, спасибо.